Тема моей проповеди сегодня называется «Как обновить свой ум и победить негативные мысли». Это уже часть вторая. Если вы пропустили первую часть, вы можете ее найти на нашем YouTube-канале. И мысли имеют большую силу. Мысли очень влияют на наше настроение, на состояние и на наше поведение. Неправильные, негативные или недуховные мысли разрушительно действуют на человека. В Писании сказано, «У которых Бог века сего ослепил умы». Если вы посмотрите на этот текст Писания, 2 Коринфянам 4, то вопрос возникает, кто этот Бог века, который ослепил. В контексте мы узнаем, что это дьявол, который ослепляет умы, разум человека. Хочу подчеркнуть, что дьявол претендует на наши мысли. Дьявол иногда поражает мысли. Дьявол уже некоторых ослепил или помрачил. Мышление неправильно работает. И вот здесь, друзья, важно сделать вывод, что это духовная война, в которой мы находимся, в которой задействован дьявол. И сегодня мы говорим с вами на очень важную тему, потому что и сегодня дьявол продолжает ослеплять умы людей. Друзья, мы имеем с вами воображение. Иногда это воображение не имеет лимита. Насколько иногда наше воображение работает, что Голливуд отдыхает. Мы себе иногда такие фильмы можем делать в своем разуме, придумывать какие-то истории, иногда представлять самые худшие. И иногда сами себя с помощью своих мыслей, иногда мы нагоняем страхи, иногда сам себя человек с помощью своих мыслей может парализовать, подавить, загнать в депрессию, в безнадежность. И иногда, когда мы смотрим на нашу жизнь, кажется, в жизни все так печально, все так плохо, все так тоскливо, ужасно. И не всегда обстоятельства, только обстоятельства виноваты. Иногда причина нашего состояния бывают мысли, состояние нашего ума. Именно это иногда бывает корень проблемы. Почему? Потому что другой человек смотрит на эту же ситуацию, находясь в одинаковых обстоятельствах совершенно по-другому. Вопрос почему? Просто другое мышление. Просто другое мышление. Писание очень много говорит о разуме. В Библии мы об этом с вами прочитаем сегодня. Любая информация, которую мы слышим, видим, или о ней думаем, проходит через наш разум. Разум — это поле битвы. Именно там решается, куда эта информация, эти мысли пойдут дальше. Либо мы эти мысли примем, они попадут нам в сердце, либо мы их отвергнем. Это не просто принцип, который я так придумал. Нет, друзья, об этом написано в Писании. Деяние 5 глава написано, помните, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое что? Мысль. Значит, мысль вначале в разум, а потом в сердце. И если неправильные мысли укореняются, то есть попадают в наше сердце, это стает складом нашего ума. Каждое поражение или победа начинается с того, что мы думаем. Задумайтесь над этой цитатой. Каждое поражение или победа начинается с того, что мы думаем. Ключевой текст Писания, Римлянам 12.2, мы читаем, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь». В английском переводе «трансформируйтесь». Меняйте мышление. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Чем больше я размышляю на эту тему вот ума и мыслей, чем больше, друзья, я понимаю, насколько это ключевая тема в жизни верующих людей. Как много сегодня христиан страдают, потому что они этот этап в жизни упустили. Обновление ума у них никогда не произошло, никогда не дали достаточно внимания тому, что трансформация происходит благодаря этому этапу. Да, когда мы рождены свыше, мы получаем новую природу. Это уже начало этой трансформации. Но дальше человек может быть спасен, может быть рожден свыше, но это не значит, что его мысли работают правильно. Он страдает из-за своего мышления и именно к верующим людям. Подчеркиваю, к верующим обращено это слово. Не сообразуйтесь с веком с ним. Неверующие они и так любят этот мир. Но верующие должны жить по-другому, противопоставление. Вы как верующие, вот вам нужно преобразование ума или мышления. Преобразование, то есть обновление ума, это значит, когда старое должно уйти. У всех у нас есть какой-то вид ума или какой-то вид мыслей разных. И вот Писание призывает его заменить или же обновить. И наша ответственность защищать свой разум. Наша ответственность обновлять свой разум. Иногда мы думаем, что оно как-то само по себе происходит, но есть какие-то действия с помощью, конечно, работы Духа Святого, которое должно произойти внутри верующего человека. Итак, друзья, трансформация человека невозможна без обновления ума. Это, я думаю, очень-очень важный стейтмент, который должны все услышать. Трансформация или по-русски преобразование невозможно. Упустить этот этап, обойти нельзя. И хотел бы добавить, друзья, что это не просто психологический трюк. Знаете, есть психология, наука такая. И там как бы есть тоже свои приемы, есть тоже свои какие-то методы, которые пытаются помочь человеку. То когда мы говорим об обновлении ума, это не просто психологический метод, это духовный процесс, о котором пишет Священное Писание. Итак, ключевой вопрос, как практически обновить свой ум. Пять шагов на экране у вас. Первое. Определи свой склад ума. Второе. Читай Писание. Третий практический шаг, как это сделать. Цитируй Писание. Четвертый. Фильтруй мысли. И пятый. Фокусируйся на воле Божьей. В первой части нашей проповеди мы с вами поговорили только о первом пункте. Сейчас мы сегодня поговорим о втором. Для того, чтобы проанализировать свое мышление и определить свой склад ума, важно знать, какие виды, варианты ума, мышления существуют. И мы с вами проходили в первой части шесть видов ума. Давайте попробуем их вспомнить вместе с вами. Римлянам 8.6. Там есть ум, который называется помышления какие? Плотские. Вот вам первый вариант. Мышление плотское. Оно и сегодня существует в мире на земле среди разных верующих. Это когда человек живет земными ценностями, когда он движим материализм, комфорт, удовольствие, слава, власть, самолюбие. Вот это примерно принципы или доказательства человека, который живет плотским мышлением. Второй вид ума или склада ума. Римлянам 1.28. Написано, кто помнит, какой это вид ума? Мы с вами говорили об этом в прошлый раз. Это превратный ум. Об этом тоже написано в Писании. Это еще один вариант. Это хуже, чем плотской ум, когда человек развращенный, когда человек отвергнул Бога и насмехается над Богом. Следующий вид ума. Луки 12.29. Кто помнит? Здесь в английском переводе сказано более ярче. Это беспокойный ум. Или по-английски anxious mind. Anxious от слова беспокойство. Или anxiety. И здесь очень тоже ярко подчеркивает Писание, что это может быть склад ума людей. Понятно, что мы все иногда можем переживать, все иногда у нас бывают какие-то тревоги. Но здесь говорится именно склад ума. То есть человек хронический, в панике, в стрессе, всегда переживает за любую мелочь. Из муки сделает слона. Всегда переживает. Вот это вот проблема ума, о которой говорит Писание. И в такой ситуации, при таком диагнозе, человек может винить обстоятельства, может винить людей, но он никогда почти не будет винить свой ум. Вы встречали человека такого в вашей жизни, который говорит, друзья, я вот переживаю, переживаю, но вы только не переживайте. Потому что это моя проблема. Это просто вот у меня с умом, мой склад ума, просто там проблема, я знаю, над этим работаю. Правда, не так люди реагируют. Люди никогда не видят, что может, возможно, есть другой корень проблемы. Это твой склад ума. Следующий склад ума, Ефесянам 4,17, кто помнит, в прошлый раз мы с вами тоже об этом говорили, там написано по суетности ума. Очень популярное слово, наверное, не только в Америке, правда? Суета. Знакомое, да, слово. Вот, друзья, суетный ум, когда человек вкладывает свою энергию, свое время в бесполезные вещи, не очень ценные вещи, и потом приходит в конце жизни и говорит, не уделял достаточно времени и там, и там, денег все равно всех не заработал. Вот это суета. Человек загнан из-за своего неправильного мышления. И еще один вид ума это негативный или ропотливый ум. Об этом Писание тоже говорит в Новом, в Старом Завете целая глава посвящена тому, как израильский народ роптал. 1 Тимофея 6 написано, «Великое приобретение быть довольным». То есть, довольство, оно приобретается. Обратите внимание, это процесс. Человек не может стать довольным завтра. То есть, это процесс. Человек меняется в мышлении. Помните, как Бог реагировал на ропот людей? Им всегда было чего-то мало, не хватало. И Бог сказал, «Вот вы, из-за вашего мышления, из-за вашего ропота, а ропот же связан с мышлением, вы не войдете в обитованную землю». То есть, это признак неверия. Вот почему Бог реагировал на такой склад ума. И последний вариант или вид ума, который мы встречаем в Писании, хотя их есть больше, но мы с вами остановимся на этих шести главных. в Римлянам 8.6 написано, помышления какие духовные. Поэтому, друзья, есть вот этот хороший, правильный вариант мышления, который Писание называет духовный. Заметьте, друзья, что из всех видов ума вот это единственный, который приносит человеку мир. Написано, если можно вернуться, что помышление духовное – это жизнь и мир, покой. Вы представляете, как мы все ищем покой, а некоторым покой только снится, а некоторым он не снится, потому что не спится. Вот почему, друзья, очень важно, 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 чтобы мышление наше правильно работало. И вот как раз об этом мы читаем с вами в Писании. И теперь, друзья, мы с вами подошли к духовному мышлению. Это, конечно, я думаю, мы все понимаем, это жизнь по духу. Это когда человек сфокусирован на волю Божью. Когда человек смотрит на жизнь с перспективы вечности. Это духовное мышление. А теперь на экране у вас шесть видов ума. И вам нужно просто, можно сфотографировать, можно самому себе ответить, запомнить, какой же вид ума, склад ума у меня. Первый шаг, как обновить свой ум, помните, был первый пункт, определи свой склад ума. Плотской, привратный, беспокойный, суетный, негативный, ропотливый или духовный. Я вам помогу. Наверное, вам хочется ответить, у меня склад ума, смотря когда. Ну, правда? Как погода же меняется, и у нас настроение меняется, и мысли меняются. Хочется сказать, ну, у меня всего по чуть-чуть, как бы, есть. Но, здесь есть одно но. У каждого человека, внимание, есть доминирующий склад ума. Вот это и есть твой ум. То есть, доминирующий, он преобладает, таких мыслей больше. Вот твое поведение, разговоры, оно все связано с твоим мышлением. Если вы затрудняетесь найти в этом списке свой диагноз, поверьте вам, супруги ваши домашние, они вам все подскажут, только вы их сейчас не спрашивайте, давайте не будем ссориться. Просто каждый сам себе должен определиться и честно сказать. Друзья, почему вот именно это важно? Если нужно сказать, Дух Святой, покажи мне мой диагноз, мой склад ума. Потому что признание это первый шаг к исцелению. Когда человек признает, доктор ему говорит, если он принимает, он начинает лечение, процедуры. А если доктор говорит, а человек не признает, то помните, друзья, информация, это не значит трансформация. Вот я вам сегодня даю информацию, она может быть хорошая, интересная, но это не значит, что она нас изменит. Но только когда мы применяем, практически, делаем что-то, тогда это приносит нам благословение. Вы знаете, что доктор говорит, ты есть то, что ты кушаешь. Слышали? А Библия говорит, ты есть то, что ты думаешь. Правильно. Подтверждение этому в Писании, притче 23, 7 написано, потому что каковы мысли в душе его таков и он. Человек со стороны может казаться таким духовным, пушистым, красивым, добрым, но это не значит, что его мысли такие. Бог определяет человека именно по его мышлению. Человек может даже говорить правильные слова, но его мысли могут быть совершенно другие. И Бог копает вот именно туда, вот в суть, в мышлении. От этого зависит твоя суть. Мышление определяет твои ценности, определяет приоритеты, определяет то, что тобой руководит или кто тобой руководит. Итак, практически как обновить свой ум? Первый пункт какой был? Определи свой склад ума. А второй пункт, практический шаг, если можно показать на экране, это читай Писание. Писание, практический метод, с помощью которого возможно обновить свой ум. Итак, на экране 1 Петра 2.2 пропущено слово. Попробуйте вспомнить, какое слово пропущено в этом отрывке. Возлюбите чистое словесное молоко, то есть преобраз Божьего слова, дабы от него что? Громче скажите. Возрасти. Представьте себе, друзья, что невозможно духовный рост без Божьего слова. Просто невозможно, нереально. Сколько бы человек ходить в церковь, это хорошо. Ютуб слушать, это тоже полезно, если проповеди назидательные. Читать христианские книги, это тоже хорошо. Но, друзья, нельзя обойти чтение, питание Божьим словом себя лично, я сам свой дух питаю, открываю Библию, я сам это делаю. Вот это, друзья, то, что дает рост в духовной жизни. А почему важен рост? Потому что, когда человек попадает в трудные ситуации, а мы все в них попадаем, то реакция человека на эти трудности, почему она разная? потому что мышление разное. У зрелых духовно людей, я надеюсь, вы встречали таких в жизни вашей, которые встречаются с тяжелейшими обстоятельствами, которым смерть смотрит в глаза, но они реагируют совершенно по-другому, потому что склад ума другой. Мышление, вот почему нужна зрелость или духовный рост. обновление ума и писание очень связаны. Возможно, вы хотели бы спросить, почему ты, Богдан, придумал, что вот обновить ум нужно Библию читать, где ты это нашел, прочитай, докажи. Вот я сейчас и попробую это сделать. Мысли связаны с писанием. Читаем с вами Евреям 4, 12. Ибо Слово Божье живо и действенно, острее всякого меча обоюда острова, оно проникает до разделения души и духа и составов и мозгов и судит что? Громче скажите. Судит по мышлению мысли человека. Вы представляете, друзья, что Слово Божье это единственный инструмент, который может проникнуть настолько глубоко, именно до глубины души, духа и даже до мозгов. Когда люди не могут туда проникнуть, не могут залезть как бы в душу, не могут видеть о чем ты думаешь, но только Божье Слово способно вот так глубоко проникать и заметьте, Библия и мысли, Библия и мысли, только Библия Божье Слово способно судить, анализирует, тестирует твое мышление, конечно же, с целью исправления. Какой смысл анализа, если мы не хотим ничего поправлять? Поэтому, вот почему Писание и обновление ума очень связаны. Никакой человек не может обновить ум без Священного Писания. Это нам очень важное основание в нашей беседе сегодня. Поэтому, друзья, любая информация, которую мы слушаем, смотрим или размышляем, она влияет на наш дух. Вначале эта информация попадает в разум, помните, мы с вами говорили, это поле битвы, а потом в сердце или же мы отказываемся от этого, от этой мысли. Еще одно подтверждение этого факта второзакония 15.9 Написано «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль». Интересно. Значит, она не сразу входит в сердце. Заметьте процесс. Мысль вначале попадает в разум, ум. Писание говорит «Обновляй свой ум», то есть фильтруй мысли, сортируй, исправляй и берегись, чтобы не попало в сердце неправильная мысль. Значит, друзья, здесь вот этот процесс нам раскрывается в Писании, что любая информация, которая преобладает в нашем сердце, она влияет или формирует наш склад ума. Что имеется в виду преобладает информация внутри нас? Это может быть новости, Инстаграм, Фейсбук, политика, фильмы, видеоигры, бизнес, здоровье, Библия. Любые источники информации, они все пытаются нам вложить какую-то информацию. Если эта информация попала в сердце, она начинает действовать. Мы уже живем, действуем, говорим под влиянием той информации, которая у нас в сердце. В разуме мы имеем власть и выбор отказаться от этой мысли. Если бы это было невозможно, тогда Бог был бы несправедлив призывать людей обновляйте свой ум, а мы говорим, ну а как я могу справиться, что я виноват, что ко мне такие мысли плохие лезут в голову. То, что они в голову лезут, это правда, они ко всем лезут, негативные, страшные, разные мысли плохие. Но вот в этом и Писание нас вдохновляет, что мы можем, можем с этими мыслями справляться. И когда, если в разуме у нас нету фильтра или правильной пропорции информации, которая поступает, тогда наше сердце заполняется нездоровой пищей или это сердце загрязняется. А помните, Писание призывает, что больше всего хранимого храни сердце. Берегись, чтобы не попала мысль в сердце. Почему ты допустил дьяволу вложить мысль в сердце? вот в чем суть. Поэтому, когда мы пытаемся физически, например, оздоровиться, очистить свой организм, мы проходим такие вот процедуры, как чистка, пост, диета, с целью избавиться от разных шлаков, вредных веществ в организме, усиливаем здоровое питание, витамины. Духовно примерно тот же принцип работает. Когда человек садится на духовную диету или фильтрует информацию, балансирует пропорцию, понимая, насколько для него важно духовное питание, которое очень отразится на его мышлении. Очень, сто процентов отразится. Потому что любая информация, она отражается. Вот почему есть такое слово, как пропаганда. Это информация, которая может быть неправдивая, но она очень управляет обществом и меняет мышление. А Писание это единственный источник информации, правдивый. Единственный, правдивый. Написано это истинно. Для нас это, для верующих, это единственный, самый высший авторитет, это Божье слово. Поэтому каждый может себе ответить на вопрос, какую информацию вы больше слушаете, принимаете, как вы ее сортируете и сопоставьте это с Библией. и это показывает нам, чем примерно мы заполнены. Я вам приведу один практический пример, когда, например, я себя поймал на мысли о том, что новости, которые у нас у всех есть доступ к новостям, они на меня плохо влияют. Оно как-то меня подавляет, оно как-то начинает как-то не о том думаю, не знаю, как-то может напрягает. И я сам себе решил, что я буду смотреть новости только один раз в неделю. Об этом в Библии не написано, это не библейский метод. Я просто делюсь, возможно, кому-то это будет полезно, возможно, у вас есть методы получше, как вы можете вот эту информацию, поток информации балансировать, фильтровать, понимать, что все, что мы слушаем, смотрим, оно же формирует наш склад ума. Приду вам визуальный пример. Вот этот стакан, который вы видите, это образ сердца человеческого. Это грязная вода, которая в стакане, это наше мышление. Оно может быть не совсем хорошее, правильное, недуховное, может быть плотское, вот эта грязная вода, которая заполнила наш разум и потом, возможно, наше сердце. А вот этот кувшин с чистой водой, это преобраз Божьего Слова. Чистая, прозрачная вода. И вот вы пришли к такому моменту, где вы сказали, я должен свой разум обновлять, хочу менять, исправлять. Как? Мы с вами сегодня посмотрели заполнить свой разум Божьим Словом. Библейская методика. Значит, вы берете, открываете Библию и начинаете заполнять свой разум. И вот вы в телефоне открыли и вот прочитали стих дня. Похвалили себя и пошли дальше работать. Вот это стих дня в телефоне. С одной стороны, хорошо, я тоже это делаю, читайте. Но просто чтобы вы понимали, как оно работает в пропорции той информации, которую вы получили в течение недели или суток. Дальше вы начинаете работать над тем, чтобы обновить свой ум, берете Божье слово, понимаете, что у вас проблема с вашим мышлением и снова начинаете заполнять свое сердце, свой разум Божьим словом. Прочитал одну главу, вторую главу, третью главу, сказал, я молодец, я три главы сегодня прочитал. Слава Богу, правильный путь, но, видите, но, как бы оно же там осталось, потому что на протяжении предыдущих лет или часов мы заполняли себя настолько неправильной информацией, возможно, недуховной информацией, что вот пропорции, баланс все равно, его нету. И мы как бы пытаемся найти выход, утешая себя тем, что мы вроде бы и Библию подчитываем, подглядываем иногда, но результата мы еще не достигли. И дальше мы продолжаем работать, если мы действительно хотим обновления ума, мы снова берем Библию, читаем, наполняем писанием свой разум, наполняем свое сердце до такой степени пропорционально, что потом эта вода в этом стакане она остает чистая. То есть в нашем разуме происходит вот это обновление, баланс или корректировка нашего мышления. И вот допустим вы уже на таком уровне, вы уже как бы, ну вы уже почти, можно сказать, молодцы. Ну хоть похвалите себя, а то вы же знаете пословицу, если сам себя не похвалишь, то никто не похвалит. А дальше вдруг вы, не знаю, как-то расслабились, и вот у нас видите, еще тут есть пару вариантов мыслей, таких нехороших, не знаю, с какой они категории политики, бизнеса, экономики, сплетен, без разницы. Но вот они только раз, такую капельку только кап и все. И видите, сразу потемнело. Кап, и оно очень резко меняет краски. И потом вам нужно еще много лить, читать, заполнять, очищать себя до тех пор, пока уже этот стакан полностью не станет чистым, очищенный Словом Божьим. Но помните, друзья, информация это не значит трансформация. Информация хорошая. Вам понравился эксперимент? Мне тоже. Но это не значит, что это все у нас изменится. Только применение, применение, повиновение Божьему Слову, только это очищает наши мысли. А представьте, если бы я такую же дозу вот этой воды грязной и такую же пропорцию чистой воды влил в этот стакан. Вы же понимаете, что в некоторых ситуациях склад ума настолько уже заражен, что этой пропорции не хватит. Ему нужно в два, в три раза больше. Поэтому, если, например, человек постоянно питается Фейсбуком, Инстаграмом, политикой, новостями, чем угодно, но Божье слово там на минимуме, то обязательно это повлияет на твое мышление, на твое поведение и полностью на твое духовное состояние. Слово Божье говорит, что сердце человеческое лукаво и крайне испорчено. Вот почему нам нужна вот эта очистительная работа Божьего Слова. Вывод нашего эксперимента у вас на экране. Слово Божье корректирует наш взгляд на разную информацию, добавлю, или ситуацию, вытесняя плотской склад ума, заменяя его духовным. Вот вспоминайте всегда эту иллюстрацию с этим стаканом и проанализируйте эту фразу. Это принцип. Божье Слово балансирует информацию, а точнее корректирует ее, потому что эта же информация, она же будет действовать в нас. Поэтому, друзья, Слово Божье, оно вытесняет неправильное плотское и заменяет цель, цель наша духовное мышление, которое возможно только с помощью Божьего Слова. Иоанна 15,3 написано «Вы очищены через Слово». Смотрите, как проходит процесс очищения. Где? Где он очищает? Слово Божье, которое способно проникать в душу, в дух и до мозгов. Божье Слово, которое способно очищать современная хирургия, суперспециалисты не могут только Божье Слово. Вот почему это духовные процессы, а не просто фокусы психологические. Иоанна 17,17 написано «Освети их истинною Твоей Слово Твое есть истина». Процесс освящения в человеке происходит благодаря Слову Божьему, которое является истиной. Любая другая информация может подвергаться сомнению. Поэтому, как избавиться от негативных неправильных мыслей, библейский принцип путем вытеснения, заменить, обновить свой ум с помощью заполнения его Божьим Словом. В Колоссянам 3,16 написано «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Что значит обильно? Слово Христово то есть не чуть-чуть, не иногда, а много пусть оно вселяется, то есть ты будь пропитан Божьим Словом. Иоанна 8,31 написано «Иисус обращается к верующим». Иногда у нас такие есть понимания, что Библию нужно читать неверующим людям. А мы верующие, мы же ее уже читали. Мы уже все эти истории про Голиафа слышали. Зачем ее читать одинаковые истории? Но смотрите, Иисус Христос обращается к уверовавшим в Него. Это очень важное вступление. То есть все, кто уверовали в Него, Иисус им говорит «Если пребудете в Слове Моем». Слово «Если» автоматически определяет, что значит не все люди пребудут. не все люди будут в Нем пребывать, даже уверовавшие. Но если пребудете, то вы истинно Мои ученики. Христос призывает Писание не только читать, а Он призывает в Нем пребывать. А как же в Нем пребывать? Целый день голова забита, бизнес, работа, суета, разные вызовы, дети. утром хочется больше поспать, вечером слишком уставший. Если человек не будет радикально выделять время для уединения, чтения Писания, то вы же понимаете, это может остаться только на уровне хороших желаний. Человек должен это сделать приоритетом его жизни. Пребывать в Божьем Слове. Что значит пребывать? Вот как люди современные сегодня пребывают в телефоне. Вы же все знаете, мы в телефоне пребываем. То есть это утро, это вечер, это паузы, это днем. Я понимаю, что есть рабочие необходимые моменты быть в телефоне, но мы же не будем сами себя обманывать, правильно? Правда? Помимо рабочих моментов, есть же другие. Когда, например, пауза, у доктора сидишь, ждешь appointment, на светофоре стоишь, где-то какая-то пауза, ты сразу телефончик достал, ты в нем пребываешь. Вот я всегда люблю приводить такой пример, когда на Флориду иногда идет ураган, и как люди пребывают в новостях. Хочу вас успокоить, что ураган на Флориду не идет, это просто пример. А вы уже, может, кто-то растерялся, как-то я пропустил, ураган идет, я не знаю, пока не идет. И видите, как информация влияет, кто-то уже хотел проверить, где он идет. А это неправда. Поэтому, друзья, когда вот у человека есть обязанности по дому, и стирать, и убирать, и готовить кушать, делать уроки с детьми, кто-то на работе целый день по тракам, водитель, строитель, и он находит, у него есть такая способность, все равно новости не пропускать, куда он там идет, где он поворачивает, какой он силы набирает. И кажется, как ты вообще справился, ты просто чемпион. Все, всю работу по дому сделал, но от новостей не отрывался, просто ты прибывал там, все знают последние апдейты. А когда спрашиваешь у человека, а ты в Писании прибываешь, какой классический ответ? Занят, просто busy, busy, I'm so busy. Но здесь же мы видим, да, какое сопротивосопоставление, как бы, если человек хочет, если ему это интересно, важно, то он будет и работу делать, и будет там пребывать. Примерно человек, она и посуду моет, и Библию слушает, или смотрит, он ремонтирует, что-то строит, что-то тоже может где-то подслушивать, где-то подглядывать, подсчитывать, то есть он себя заполняет, он пребывает, в Божьем Слове. 2 Тимофея 3,16 написано, все писание Бога вдохновенно. Друзья, для нас, для верующих, это такая классная новость, вот все писание, для нас это авторитет, это инструкция нашей жизни, оно Богом вдохновенно. Это не просто медицинские рецепты, психологические советы, это Богом вдохновенно. Слово, все писание Богом вдохновенно. И дальше, смотрите, полезно. Казалось бы, я уже Библию читал, истории все знаю. Нет, смотрите, что говорит Библия. Оно полезно, для тебя полезно. Иногда те же истории, то же писание может для тебя открываться по-новому. Ты будешь получать новое озарение, если у тебя настрой правильный. Полезно для научения, дальше, для обличения и самое вот красивое, для исправления. Вау! Жена исправляла тебя, не получилось, ты сам себя пытался за штаны поднять, исправить, не получилось. А вот выход, бесплатный совет успешного человека, полезно для исправления. Вот почему, друзья, писание, оно для нас крайне важно в жизни христианина. я признаюсь вам, что иногда этот телефон или эта электроника настолько влияет или отвлекает нас, или забивает информацию в наш разум, что я для себя сделал такое правило, стараюсь его придерживаться. Когда я просыпаюсь, утром беру телефон, то я стараюсь посмотреть в начале стих дня в моем приложении, Библия, приложение в телефоне. Об этом в Библии не написано. Если я прочитал стих дня, я уже на небо не попадаю автоматически. Но это просто вот методы, которые вы можете себе искать, чтобы хотя бы как-то вот цепляться за это Божье Слово где-то, хоть как-то. Иначе, если вы пойдете сразу в телефон, вы слышали, такая эпидемия сегодня есть, называется утонул в Ютюбе или утонул в телефоне. Как утонул? А вот так вот посмотрел один видосик, второй, третий и просто утонул. Человек не стал, утонул. В раз всплыл, ты слышал, ты видел. Думаешь, вау, где, откуда он был, в каком он мире был. Вот там, в том подводном, где-то там плавал, плавал, выплыл, воздуха хапнул. Вот так, друзья, иногда бывает у нас с информацией. Ее столько просто бомбят нас информацией. А Писание говорит, за твой разум ты ответственный. Ты ответственный за это. Я не знаю, если вы знали, что мне присылают столько видео, чтобы я просмотрел, столько этих видосиков мне шлют. Посмотри то, пастор, посмотри то, 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 всякую информацию, как быть здоровым, там, политика, что будет, где будет землетрясение. Ну, короче говоря, всяких страшных куча роликов, я думал, вау, если бы я вот это все смотрел, наверное, надо было на реабилитацию где-то записываться. И времени бы столько ушло на это, что я бы, наверное, точно бы утонул. Но стараюсь всегда выплыть. Стараюсь выплыть, как-то там разгребти эти все потоки информации. Писание призывает нас к уровню не только читать Библию, а вот, смотрите, уровень еще глубже. Псалом 1.1. Блажен муж или благословен, счастлив тот человек, который, написано, размышляет о слове. О законе его размышляет день и ночь. А теперь давайте мы остановимся и пойдем в реальную нашу жизнь. У вас как давно был тот момент, когда вы себя поймали на мысли, что вы над Божьим словом размышляете в течение дня. Только одна плохая новость сегодня не считается. Кто-то уже подумал, я вот прямо слушаю и размышляю. Нет, не сегодня. В понедельник, в среду вот вы размышляете в течение вашего рабочего, занятого, домашнего дня. И здесь не нужно никому руки поднимать, здесь просто вопрос к себе. Каждый себя же анализирует. Помните, как обновить свой ум? первый шаг определить свой склад ума. Вот мы и определяем. Поэтому, друзья, хочу вам привести еще пару примеров из жизни, практической жизни, как люди с помощью Библии обновляли свой ум. Я думаю, что вы знаете, есть такой пастор Влад Савчук, его жена, она очень долгое время страдала именно из-за своего мышления. даже нельзя было, наверное, долго не могли определить, в чем проблема. Негативные мысли, какие-то депрессивные мысли, вот такая просто темнота внутри. И вы знаете, когда у человека проблемы с мыслением, это очень тяжело определить. Очень. Вы же понимаете, это же не видно, как бы большими буквами на лбу не написано. Вот всегда кто-то есть как бы виноватый, а иногда вообще не знаешь, где корни искать. И вот что она начала делать? Она начала слушать, она работала на почте, и она начала слушать аудиобиблию в наушнике в течение своего рабочего дня. В ее позиции на почте это можно было. Конечно, возможно, с перерывами, но прошло время, и она получила обновление или просветление ума настолько, что изменилась ее семейная жизнь, вообще ее жизнь, вообще взгляд на жизнь, и какой она жизнью живет сейчас, вы можете это свидетельство послушать на онлайн. Вот простая история, простой человек, просто Библию в уши, и заметьте доза, рабочий день Библия, вы понимаете, что это не просто вот там вот капнуть, прочитать стишок дня? Вы понимаете, какой идет поток информации? Вот знаете, иногда говорят, нам мозги промыли, здесь смотря кто или что, когда это Божье Слово промывает, ох, как полезно, правда, нам промыть просто просветлело, чтобы в глазах, иначе иногда просто жутко, или не хочется иногда даже жить, просто от состояния, в котором мы находимся. А еще один парень из нашей церкви был в тюрьме, к сожалению, не за слово Божье, но появилась возможность читать Библию, часами читал Библию, прочитал Библию полностью от корки до корки. И потом он рассказывает, что заключенные ему сказали, у тебя лицо, у тебя глаза сияют. Простые люди, примеры среди нас сегодня ходят. вот вам эффект Библии просвещает глаза и внутренность, проникая до разделения души, духа и мозга. Вот, друзья, вам обновление, которое возможно благодаря Священному Писанию, когда мы в нем пребываем. А теперь я приглашаю вас оцени свой уровень отношения к Слову Божьему. Четыре уровня на экране. Первое. Я над Божьим Словом размышляю. Второе. Я в Божьем Слове пребываю. Третье. Я Божье Слово читаю нерегулярно, если честно, мало. И четвертый. Я Библию не читаю, но у меня дома есть две. Пока каждый сам себя честно оценивает, хотел бы вам сказать очень важный вывод. В этой цели обновлений ума если ты честно можешь себе признаться, что ты не находишься хотя бы на уровне номер два, обновление ума невозможно. В онлайне, надеюсь, вы тоже видите эту категорию. если ты не находишься на уровне номер два, обновление ума невозможно. Потому что только Божье Слово, только Божье Слово способно производить эту очистительную работу, исцеляя наше мышление. Можно самому себе там обещать, доказывать, решать, прочь негатив, конец негативному мышлению хоть семь раз на день без Божьего Слова будешь возвращаться назад к исходному положению. Поэтому, друзья, отношение к Божьему Слову это не просто эмоциональный порыв на энтузиазме я буду читать завтра и до недели сдулся, до конца недели. Нет, это образ жизни, когда человек живет Писанием. Под конец хотел бы, друзья, вам противопоставить влияние мира на разум. Я не знаю, если вы знали, что и психология, и йога, и восточная медитация, они все претендуют и призывают контролировать мысли. Знали? Йога, восточная медитация призывают контролировать мысли. Если вы сделаете небольшое исследование, как бы главная фишка в том empty your mind. Опустоши свой разум. Опустоши свой разум. И их как бы идеология в том, что это человека расслабляет и как-то даже энергизизю, тебя заполняет энергией. И многие люди, понимая, что в голове творится хаос, идут на разные методы, лишь бы легче стало. Вот как дьявол использует вот эту лжерелигию New Age, использует вот эту тактику New Age, лжерелигия. Будьте осторожны. Йога очень опасная штука. Йога кажется, расслабился, никого не обижаешь. Это дьявольская тактика. Опустошаешь свой разум, медитация восточная. А Библия в противовес. Библия говорит, заполни свой разум, заполни свое сердце Божьим словом, заполни, не опустоши, а заполни. А знаете, что происходит, когда человек опустошает свой разум или сердце? Помните, Иисус поделился историей, когда один человек был одержим и семь бесов вышло из него. Помните историю? И потом он как бы опустошился вроде бы, но проходит период, и этот человек остался пустой и в сердце, возможно, не знаю, и здесь оказалось пусто. И вот проходит время и написано семь злейших возвращается этих демонов и еще берут с собой друзей. Вот вам, друзья, результат опустошения, когда человек опустошает свой разум и свое сердце. Вот почему христианство говорит заполняй. Если будешь пустой в сердце, в разуме, мысли лезут сами по себе. Вы заметили, что бурьян никто, сорняки никто не садит. А как оно получается? Оно само по себе растет, правда? Вот так и мысли, кажется, плохие, лезут в голову сами. Когда там нету заполненного Божьим словом, то вот в эту туда обязательно будут расти там сорняки. вот почему Писание говорит наполняй свой разум. И принцип, который мы с вами говорили, именно Писание балансирует, корректирует, вытесняет и заполняет духовной информацией. В заключении Филиппийцам 2,5 написано ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса. здесь кому-то может быть хочется выйти из зала и сказать я сдаюсь сразу, такую планку я не потяну. Вот я лучше, чем свой сосед, лучше, чем там еще кто-то, тетя. А вот здесь, друзья, нам важно верующим навести резкость. Ты себя сравнивай не с соседом, сравнивай себя не с теми, кто хуже, а сравнивай себя вот с кем. Образ мыслей должен быть такой же, как у Иисуса. Вот эта планка высокая для мышления христианина. Это не значит, что мы ее в совершенстве достигнем здесь на земле, но мы к ней стремимся. Как каждый из вас стремится быть здоровым физически, но вы знаете, что вы, возможно, никогда на земле 100% здоровыми не будете, но вы же стараетесь хоть чуть-чуть быть здоровее. Вот так же и духовно. Нужно именно туда стремиться, чтобы наше мышление, написано, чтобы у вас были те же чувствования. И в итоге получается, что мы должны мыслить, как Бог. То есть человек соглашается, я буду, Господь, твоими руками, я буду твоими ногами, я буду твоими устами, и я буду твоим разумом, твоими мыслями. я вот как-то этот этап в жизни упустил. А от этого так много зависит. Поэтому, друзья, обновление ума, помните, что это постоянный процесс длиною в жизнь. Нельзя обновиться сегодня, и на 10 лет хватило. Вы обновились, потом новости посмотрели, и снова нужна вот эта очистительная сила Божьего слова, которая постоянно вот это фиксирует, наводит этот фокус правильный. Обновление ума. Вот, насколько это важно в жизни христианина. Пусть обстоятельства совершенствуют вас. Обстоятельства совершенствуют нас, но мысли определяют нас. Серьезная цитата, на которой тоже можете поразмышлять. Мысли определяют нас. Your thoughts define you. Давайте мы встанем для молитвы. если вы желаете идти путем обновления вашего ума, кто с нами онлайн, кто здесь в зале, и вы хотели бы получить свободу от негативных мыслей, от плотских, суетных, страшных, помните, Иоанна 8 написано, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Именно истина, то есть Божье слово освобождает даже от мыслей неправильных. Поэтому, друзья, я вас благословляю, чтобы мы в процессе нашей жизни помнили, что Бог более заинтересован в изменении вашего мышления, чем в изменении ваших обстоятельств. Да, Бог может и сильный менять и обстоятельства, вступая за нас, но его цель преображение каждого верующего в образ Христа. Я вдохновляю сегодня всех идти путем обновления ума с помощью Божьего слова. Аминь. Аминь. Аминь.